Начнем эту действительно для меня самого интригующую лекцию. Я сам, когда написал название, я понял, что я поставил себе задачу, которую нелегко решить. Я вам должен спризнаться, я несколько раз переписывал тезисы своего выступления, пока, как мне кажется, нашел какую-то более-менее адекватную форму. Это будут именно тезисы, поскольку иначе это надо читать целый лекционный курс, а не уложиться в час. Итак, тезис первый. Когда не так давно умер первый президент Сингапура, Ли Куан Ю, многие говорили в России и политики, и просто граждане, говорили о том, вот бы нам такого, почему бы у нас не получился бы сингапурский путь к процветающему обществу. И я неизменно отвечал им. Есть две вещи, которые мешают нам осуществить у себя опыт Сингапура и никогда не дадут нам возможности иметь российского Ли Куан Ю. Эти две вещи следующие. Первое, простите, что мы не китайцы. И второе, что мы разрушили традиционную культуру, потому что Ли Куан Ю, он строил свою политическую деятельность именно на традиционной китайской культуре, которую понимают его соплеменники и которую отлично знает он сам. В чем же дело? Почему же то, что удобно для Китая, и не только для Сингапура, и для всех, собственно говоря, тех частей, когда-то великого Китая, которые не уничтожили сами себя, подобно нам, я имею в виду Тайвань, Южная Корея, Япония во многом, и, конечно же, Сингапур, почему для них, для всех свойственен вот этот невероятный подъем, причем подъем сначала в авторитарных формах, а потом эти формы авторитарные постепенно подменяются демократическими. Кстати, в Японии было то же самое. И во всех, и на Тайване, и в Южной Корее. В чем же тут дело? Дело в том, что это специфика именно китайского мировоззрения. Дело в том, что... И мы сейчас уходим с вами в глубину. Понимаете, вот и вчера звучали в нескольких докладах, причем очень хорошие доклады господина Эриксона и господина Швитальского звучали замечательные мысли о цивилизации. Конечно, все оттатковались от позднего Хантингтона, это понятно. Но речь шла именно о том, что цивилизация, причем ее религиозный аспект, господин Швитальский даже пытался там что-то говорить о Китае, я помню в этом плане, вот, она очень значима. Вот мы сейчас посмотрим, что же там такое, что значимо. Буквально тезисно. Дело в том, что китайское культурное сознание, оно строится на том, что есть некая абсолютная, совершенная реальность. Вы знаете, что оно с эпохи... с эпохи Дао Дэцзина именуется Дао. Вот эта абсолютная реальность, безличная, она нисходит на этот мир и делает его совершенным, то есть этот мир совершенный отпечаток абсолютной божественной реальности Дао. Соответственно, человек, и в этом, надо сказать, Китай не оригинален, собственно, все культуры до Лютера признавали это, ну, за редчайшими исключениями и маргинальными, что человек свободен, человек имеет свободную волю. И поэтому этот абсолютный образ Дао, он начинает искажаться человеком, потому что человек поступает свободно и часто не в соответствии с Дао, а в соответствии с какими-то своими эгоистическими интересами. И из этого мы можем понять одну простую вещь, что свобода в Китае, в китайской культуре, это чисто отрицательная категория. То есть свободой можно только злоупотребить, употребить ее во благо нельзя. Отсюда в Китае очень развита категория совершенно непривычная, необычная для западного сознания, даже с трудом всегда студенты ее воспринимают. Это идея вувей, деланье, неделанье. Вей, вувей, деланье, неделанье. То есть неделанье, осуществление себя в соответствии с Дао, быть самому по себе таким, мы обычно переводим это слово как естественность, вот это норма. А отклонение от нормы в связи со свободой, это всегда уход в некую энтропию, в уход в разрушение. Соответственно, правитель это тот человек, который путем ритуальных действий, путем соблюдения ли, то есть правил, поведения божественного закона, он исследуя главному божественному закону, это человеколюбию, Жень, он реализует реализует вот эту политическую правильную форму, то есть как бы заставляет людей жить в соответствии с Дао. Я не буду распространяться дальше на этот счет, но важно то, что для Китая свобода отрицательная категория, значит, право направления дается в конечном счете Дао, Тян Мин, небесный мандат, но если правитель не осуществляет этот небесный мандат, он может быть сменен и происходит то, что называется Ко Мин, смена мандата направления и поэтому народное восстание, мы это запомним, это нам понадобится в связи с Локом, народное восстание совершенно или там внутренний переворот совершенно признаются законным, поскольку это восстание против уже не Сына Неба, а это восстание против Узурпатора, потому что он не соблюдает закон Дао. Лю Куан Ю, с точки зрения китайцев Сингапура соблюдал этот закон, Либеральная демократическая партия Японии с точки зрения японцев соблюдала этот закон и поэтому Либеральная демократическая партия перезбиралась после войны по-моему там несколько десятилетий у власти собственно оставалась, поэтому Лю Куан Ю благополучно передал дальше свой пост, это всех устраивает, это всех устраивает свобода отрицательная категория и Тян Мин божественный мандат находится у правителя собственно говоря коммунисты захватив Китай разрушили эту религиозную парадигму полностью это мы должны ясно тоже понимать не надо думать что Китай красный это то же самое что Китай традиционный это абсолютно иная форма которые разрушены основополагающие принципы первая из них разумеется Жень еще о принципе Лиз то есть законе сейчас вспоминают китайские коммунисты но принцип Жень человеколюбие активно забывают в этих категориях в Красном Китае говорить нельзя собственно говоря то же самое произошло и в России вот русская православная христианская культура была разрушена большевиками конечно и Китая культура Китая была далека от идеалов Конфуция конечно и культура России была далека от культуры от идеалов православия но она в какой-то степени пусть по нисходящей но соответствовала ей она была разрушена это мы должны помнить вообще вот тоталитарные режимы 20 века будь то нацистские или коммунистические это в некотором смысле раковая опухоль общества она сжирает живую ткань и в итоге приводит общество к гибели или заставляет прибегать к каким-то совершенно экстремальным средством подобным в биологии лучевой терапии химиотерапии и человек выходит совершенно изношенным измученным даже если сохраняет свою жизнь но и вот сожрать общество легко а вырастить общество очень сложно это вот еще один принцип теперь это значит второй тезис третий тезис это место религии в вот в этой схеме понимаете мы с вами верующие ли не верующие ли мы привыкли считать религию чем-то ну в общем-то очень личным индивидуальным малозначим но это не совсем так и здесь я приведу пример который как раз вчера Михаил Рольфович Сульман привел возьмем вот эту страну Швецию и возьмем вот этих древних шведов дохристианских шведов которые известны на западе как норманы северные люди у нас известны как варяги вот это были люди в общем без стыда и без совести это были достаточно циничные бандиты именно правильно что им пугали детей которые завоевывали земли ради обогащения украли женщин ради обогащения убивали друг друга ради власти и обогащения пришло христианство одновременно с Россией между прочим в конце десятого века пришло христианство потом пришло пришло лютеранство да в шестнадцатом веке посмотрите скандинавские общества это общество максимального доверия как вчера верно говорили страны в которых и Норвегия и Швеция и Дания и Финляндия страны в которых собственно говоря не надо писать торговый договор на ста страниц как в США это общество максимального доверия вот это произошло не само по себе так это произошло из-за того что сначала христианство западное вообще а потом лютеранство шлифовало и совершенствовало эти в общем-то варваров северных варваров и сделало их одним из самых нравственно совершенных народов земли вот собственно говоря пример того что такое религия и второй пример что такое религия это помню вопрос который вчера Владимир Александрович Рыжков задал Фредерику Эриксону когда он сказал что когда Владимир Александрович сказал что вот у вас есть еще один огромный резерв это Индия вот Китай а второго Китая нет сказал Эриксон нет второго Китая это Индия я думаю здесь Владимир Александрович действительно ошибся дело в том что Индия конечно огромный ресурс это больше миллиарда населения но это индийцы а не китайцы это совершенно другой религиозный тип для Китая установка на деятельность установка на работу на организацию мира в идеальной бюрократической сфере через систему экзамена формируемая власть это норма на протяжении тысячелетий почему собственно долго говорить но она восходит к тем же принципам дао и совершенствования этого мира дао а вот для индийца мир иллюзия лила в этом иллюзии работать бессмысленно много надо просто ну жить прокормиться поэтому Индия это страна в общем бедных людей это страна есть конечно социальные группы другие понятно но скажем одна из самых процветающих групп это парсы Махабхарата и Раджастана Махабхарата простите Махарашт и Раджастана вот это в общем-то не индусы это люди исповедующие за растризм для индийского сознания эту жизнь надо изжить изжить чтобы освободиться а не в ней утвердиться утверждение в жизни это всегда ухудшение кармы это всегда более сложная судьба в будущих перерождениях и в этом смысле очень характерны различия торговцев скажем в Малайи в том же Сингапуре там живут и китайцев полно и довольно много выходцев из Индии особенно из Дравитской Индии времен британского управления они там и остались и вот интересно что китайский коммерсант он никогда не обманет ну если он конечно там не мафиози как-нибудь всюду есть нехорошие люди а индийцы обманят практически всегда это норма если мы читаем средневековые наставления в области торговли индийские там значит с опломбом индийцы вообще все очень любят по категориям раскладывать говорит что есть пять видов торговли выгодной первый вид торговли это выдавание худшего товара за лучший второй вид торговли это обвешивание третий вид торговли это обмеривание и только пятый вид торговли это получение прибыли из-за продажи товаров малоценных в одном месте в другом месте где они ценны но этот честный вид торговли доступен только очень богатым людям Подчеркивается в этом указании. Это другая культура. Поэтому вторым Китаем, несмотря на то, что народу там много и станет, наверное, больше, что в Индии не ограничивают рождаемость, вторым Китаем Индия никогда не станет. И если в Китае категория свободы это отрицательная категория, то в Индии категория свободы тоже есть. Но это внемирная категория. Вообще, вот если в христианстве есть понятие спасения как цели, то в Индии, как раз, понятие освобождения, мокша, да, на санскрите. Но это свобода от дел, свобода от кармы. Только выход из мира, только отречение, только положение, которое в Индии называется положением саньяси, оно дает эту свободу. Значит, опять же, мы видим и в странах, сохранивших традиционную культуру китайского типа, и в Индии сейчас демократию. Это так. Но и там, и там эта демократия не укоренена во внутренней природе религиозного сознания. И поэтому она на самом деле прикрывает собой авторитарные формы. В Японии, скажем, той же, я не знаю, Сингапур я не изучал, в Японии это вертикальные мощные клиентельные связи, очень характерные для традиционного Китая, и именно они образуют, в конечном счете, партию. И в Японии, как правило, идет борьба между отдельными клиентельными группами в руководстве правящим обычной либеральной демократической партией. А в Индии совершено что? То есть это авторитарная форма в демократической оболочке, потому что сейчас демократия модна. Понимаете, раньше человек захватывал власть, объявлял себя царем, а сейчас все себя президентами объявляют. Это модно, царями объявлять себя не модно. Вот, один Бакаса объявил себя императором. С другой стороны, в Индии совершенно другая система, это отношение горизонтальных клиентел по типу учителя и ученика, как в Индии говорят гуру чела, учителя и ученика. Опять же, это авторитарная форма, потому что ученик должен абсолютно подчиняться учителю и слушать его во всем. Но она одета в демократическую оболочку. То есть это демократические формы, которые задрапировали традиционные отношения, а не преобразовали их. Эти демократические формы очень полезны, они нужны, их общество использует очень эффективно, а в Сингапуре, скажем, не используют. Но все равно они не имманентны. А вот теперь посмотрим Запад. Вот на Западе мы сразу же, еще дохристианский Запад, архаический Запад, мы сразу же в нем видим иное. Если мы возьмем там ведическую религию, мы увидим, что принцип организации мира, это не проекция дау и не бегство из иллюзии мира для соединения с абсолютом, по ту сторону лилы, по ту сторону сна или игры. Мы увидим совершенно иное. Идет небесный бой. Небесный бой, в котором, если говорить в категориях вед, а дитти сражаются с дасьями. Этот небесный бой, в котором, как правило, на каких-то этапах силы положительной, силы добра терпят поражение и побеждают силы зла. Но в конечном счете силы добра побеждают, как там побеждает Индра в Ритру, да, 32-й гимн, 1-й мандру Ригведы. Но, но, при этом каждый человек должен занять место в этом небесном бою. Нет нейтральных, вообще нейтралитета нет. В этом небесном бою можно бы сражаться или на стороне добра, или на стороне зла. Сторона зла, в конечном счете, приводит к гибели и саму сторону, и примкнувшую к ней человека. А добра открывает перед ним бесконечные возможности духовной жизни. Ну, для веды ушли. Веды сейчас совсем иначе понимаются в Индии. Но идея осталась, причем, вот индорийская идея, что любой человек воин в этой борьбе с равными возможностями, хотя и с разным положением в кастовой системе. Она ведь потом перешла в Рим через систему Трибы, в Грецию. И вот то, что мы имеем под названием античной демократии, это, по сути говоря, индоевропейская форма организации общества. Масса работ европейских и индийских ученых посвящена именно вот этим архаичным ведическим формам демократии, из которых вышла греческая и римская демократия. Но, значит, здесь запомним, здесь принцип, что любой человек воин в этой битве. Отсюда, в конечном счете, античная свобода. Отсюда принцип человеческого достоинства. Каждый человек воин, он бесценен, он выбирает свой путь. Страны, скажем, Средиземноморского ареала, в первую очередь, естественно, Месопотамия и Египет, а потом даже те индорийские общества, которые попали под их влияние, в первую очередь, хетское общество, вот, там иная побеждает модель. Дело в том, что каждому человеку, вообще, должен вам сказать, немножко забегая вперед, свобода – это страшное бремя. Намного легче считать, что ты таким и сделан, что от тебя ничего не зависит, что ты лишь, ну, как бы, воспроизводишь некую матрицу. Ты безответственен. Один замечательный русский философ, Сергей Александрович Левицкий, свою лучшую книгу, это «Русская эмиграция», да, он профессор, профессор Джордж-Лаунского университета в Вашингтоне, был, умер уже, он, по-моему, назвал «Трагедия свободы». «Трагедия свободы», потому что «Свобода» действительно – это трагическая категория. И вот как раз страны Средиземноморского ареала, в первую очередь, семитические страны, это очень ясно видно, кстати говоря, в Израиле. Вот если вы читаете книги Ветхого Завета, вот этот переход от судейства к царству при пророке Самуиле, когда, значит, евреи просят поставить себе царя, как у других народов, а не жить в свободном обществе судейского типа, и там это все описано буквально, это для историко-политического института ценнейший материал, как это происходит. И пророк Самуил говорит своим соплеменникам от имени Бога, не пророка вы отвергли, не Самуила вы отвергли, вы самого Бога отвергли, потому что царь, он замещает вашу свободу. Царь теперь по своей воле выбирает добро и зло, а вас принуждает к этому выбору. И вот, собственно говоря, именно из древней монархии Переднего Востока, это в первую очередь египетская, это именно отчуждение свободы. Вот все люди доверили свою свободу, но не в политическом, конечно, плане, а в эсхатологическом плане, свободу как форму спасения, доверили царю. Не буду говорить, что в Египте в этом быстро зачаровались, был кризис глубокий в конце третьего тысячелетия, но каждая эта тема огромна. Но обратим на это внимание. Значит, в одном случае, в архаической форме, любой человек свободен, в другом, отдание свободы некому совершенному человеку, который становится царем, единственным священником, как в Египте, да, и все люди спасаются в его плоти. На самом деле, вы видите, что эти две формы, те из вас, кто знают, философию, значит, классическую английскую политическую философию, вы видите, что эти две формы страшно проиминают, с одной стороны, Египет, Томаса Гоббса, а, собственно говоря, ведическая концепция Джона Локка. Но это еще не все. И, значит, вот эта древняя форма хорошо существовала, или плохо, но как-то существовала, до тех, пока не исчезло религиозное сознание в античности. Вот когда исчезло религиозное сознание в античности, это классическая Греция, классический Рим, в общем, религии нет. Вы вспомните, я всегда напоминаю здесь Фидона, платоновского Фидона, где речь идет спор о душе, и ученики умирающего Сократа ему говорят, что вот ты говоришь о бессмертии души, но ведь все же думают, все думают, все же думают, что после смерти душа как воздух рассеивается и исчезает. То есть, соответственно, вот в Греции эпохи Сократа и Платона, то есть в V веке до Рождества Христова, неверие в Бога было нормой, в бессмертии души. И Платон и Сократ были чудаками, а не правда чудаки, которые создали величайшую основание новой мысли, в том числе новой европейской мысли. Многие современные западные философы говорят, что вся новая европейская философия это комментарий к Платону. Но тогда это было новое. Так вот, вот в этот классический период это нам очень важно, потому что, собственно говоря, не случайно современная Европа, ну сейчас уже об этом меньше, говорят, просто мы слишком одичали. Но еще в начале 20 века, ведь изучение классических языков было нормой, мы все играли в античный мир, в новую версию античности. Посмотрите, все политические институты Соединенных Штатов, Капитолий, Сенат, это же все, даже президент это ничто иное, как принцип Сената. Вот, то есть, это вот игра в то, игра в то. Так вот, здесь очень интересно, что в эпоху Платона это мы ясно видим там у его современников, софистов, у того же Горги, у Протогора, мы ясно видим, что человек это просто человек. Просто человек. Он ценен сам по себе, как вот обычный нумерический человек. Не как совершенное существо, которое ведет небесный бой, не как существо, призванное к совершенству, а как просто нумерический человек. И вот этот человек живет и изживает свое время, и, вспомните, диалог Пир Платона, аргументы противников Сократа, должен наиболее приятно прожить эту жизнь. Наиболее приятно, наиболее почетно. Почет – это один из элементов приятности. И надо вам сказать, что здесь греки не первые. На самом деле, если мы возьмем Древний Египет, песни орфистов и там некоторые другие тексты, мы его найдем очень по исходной точке зрения. И даже если мы возьмем Экклезиаста, Экклезиаста Ветхого Завета, канонический текст, мы увидим то же самое. То же самое, что нет ничего нового под солнцем, что всякая радость очень относительна, что надо вот радоваться, есть, пить и быть довольным своим трудом. Вот, собственно говоря, и все, что потребно человеку. Так что это вот характерная западная точка зрения эпохи энтропии религиозной мысли, эпохи угасания религиозного. Но при этом демократия какое-то время сохраняется. И здесь еще одно очень важное замечание. Дело в том, что религиозное сознание не в смысле плохом, что это плохо, а в смысле чисто механистическом. Реакционно. Оно долго сохраняется в своих неактуализированных формах после угасания живого рефлектирующего религиозного духа. Понимаете, привычка к определенному типу поведения, сформированной живым и актуальным религиозным сознанием, эта привычка живет, когда уже сознание уходит. И поэтому и в Греции, и в Риме довольно долго, уже после ухода религиозной составляющей, а она, в общем-то, окончательно уходит, ну, собственно говоря, еще с Пифагора, с Гераклита, с, вот, действительно, Пифагора, сохраняется демократия. Сохраняется демократия уже как удобное устроение обществом людей, людьми, общества для себя. Но очень быстро, это бремя свободы, это тяжкое бремя свободы, заставляет людей потихонечку освобождаться от этой демократии. Потому что в демократии ты сам ответственный за свое будущее. А, как правило, будущее не очень симпатично, потому что люди несовершенны. И лучше передать это одному, который знает больше, профессиональней, талантливей, даже божественней. То есть происходит вторичное возвращение вот к этой парадигме фараона. Мы помним, что в Риме по Либии пишут, что была достигнута идеальная аристотелева схема соединения демократии, монархии и аристократии в римском государстве. Значит, монархию представлял принцип сената, аристократию сам по себе сенат. Запомню, что сенат это совет старейшин, от то же слова, что и синилиный. И демократию представляли плебейские трибы, да, трибуны. Вот. Но даже эта идеальная форма, которая позволила Риму завоевать мир, она же очень быстро эрадировала, и мы уже видим, что с эпохи Тиберия, ну, практически, мы видим всевластие, в общем, безобразной монархии, которая только изредка прорывается хорошими принципсами, типа Тита, да, типа Марка Аврелия, ну, пусть даже Трояна, но таких мало. То же самое и в Греции. Конечно же, греки с ликованием на самом деле встречают Филиппа, отца Александра Македонского, греческая республика кончается. Но что с этим дальше происходит? Дальше происходит уничтожение свободы. Свободы. Дело в том, что при демократии любой, даже при демократии монархического типа, как там, классический период древнего Египта, где люди, в общем-то, сознательно имели царя, как того, в пользу, кого они передали власть. Их собственность и их жизнь находятся под защитой. Под защитой обычного права. Потому что царь, он хранитель вот этого хранителя религиозной нормы. В Египте бы сказали мат. И поэтому жизнь и достоинство человека, его имущество находится под защитой права. Человек свободен в своей гражданской сфере, но не в политической. А, скажем, там, где существуют выборы правителя, как в Индорийском регионе, там и в политической сфере. Вот. Но теперь это, естественно, отчуждается. И мы, когда читаем жизнь 12-ти цезарей Светония, или когда мы читаем письма, все более трагические письма Цицерона, вот это знаменитое собрание его писем, мы видим, что жизнь человеческая не во что. И, в конце концов, великий Цицерон, один из самых великих людей античности, он же умирает как собака. Его приговаривают к, вносят в прескрипционные списки, то есть приговаривают к уничтожению без суда. Что такое прескрипционный список? Уничтожение без суда, с конфискацией имущества. Он бежит, не может убежать около его там имения на берегу Адриатики, его ловят и понимают, что все закончено. Он не спрашивает ни суда, не требует ничего. Он из насилок высовывает голову и ему центурион перерезает шею ножом. Вот так закончилась жизнь одного из величайших людей античности. Никакого права на личную свободу, права на жизнь, ничего этого нет. Вот так окончается демократия, когда исчезает ее религиозная составляющая. Потому что правителю он стал не нужен, правителю он стал опасен. Он его просто убирает. Но теперь мы переходим пожалуй к самому главному. Христианство открывает тайну, почему человек проигрывает злу. Тайну, которую не понимает Китай и не понимает и даже снимает этот вопрос Индия. Тайну, которую не понимает дохристианский передний восток и тайна, которая утрачена была в других религиях откровения, в послехрамовом иудаизме и исламе. Человек проигрывает злу по той простой причине, что он зол. Но не зол от природы, а зол по своему свободному выбору. христианство акцентирует внимание на том, о чем забывает Ветхий Завет сразу же после того, как это написал. Христианство акцентирует свое внимание на аспекте грехопадения, как длящиеся реалии. Адам и Ева пали, выбрав не служение Богу, а служение себе. В этом смысле их падения. они это выбрали и испортили всю природу. Проклят земля за тебя, говорит Бог Адаму, как бы подводя итог грехопадению в 3-й и 4-й главах книги Бытия. И соответственно всякий человек ложь. Вот мы помним, что всякий человек ложь. это слова одного из Давидовых псалмов, но их вспоминают постоянно. Что нет совершенных людей. Понимаете, теперь мы наконец доходим до тайны Ликуанью. Дело в том, что для китайского сознания тот, у кого мандат неба, он совершенный человек. Если он потерял свое совершенство путем свободного выбора зла, то мандат у него отнимается. Для христианина совершенных людей нет. И правитель столь же несовершенен, сколь и все подданные. И епископ, и митрополит, и патриарх. Это неважно, потому что все несовершенные, все под грехом, все во власти вот этого длящегося грехопадения. Да, они в разной степени несовершенны. Да, путем свободного волевого усилия человек может, ну, в этом есть смысл христианства, соединиться с Христом и таким образом в значительной степени освободиться от греха. Но христианская аскетика учит тому, что чем человек святее, тем он глубже видит свою греховность. Не то, что он видит, что он свят, а он все больше видит, как он несовершенен. Люди совершенно чуждые духовной жизни считают себя очень неплохими людьми, не хуже, чем все. А вот человек, ведущий духовную жизнь, видит степень своей падшести. В политической сфере это очень важно для того, чтобы понять, что для христианства формы отчуждения свободы невозможны в принципе. Потому что отчуждение свободы означает то, что ты отдаешь в руки человека грешника не лучшего, чем ты сам свою свободу. И этот человек грешник будет тебя принуждать к греху силовыми способами. Поэтому это вот пафос христианской свободы. Другое дело, что в исторической реальности конечно же это не приводит немедленно к созданию другого общества. Более того, тот самый принцип реакционности религии он продолжает работать. И поэтому в странах христианского мира продолжается вот эта длящаяся дохристианская форма государственности, в первую очередь монархической государственности. Посмотрите, папа римский, который фактически в средние века становится единственным монархом правящего на западе, остальные это его вассалы, кому он дает корону, папа римский сохраняет даже титул языческого императора, понтифик максимус, да, великий строитель мостов земли на небо, имеется ввиду. И потом, впоследствии, ему дается совершенно сначала обычаем, а потом и догматической нормой в 19 веке дается удивительное право непогрешимости экс-кафедра. То есть такой же человек, как и все, объявляется, что в нем, когда он говорит, как папа римский, а не как частное лицо, он не погрешим. То есть вот эта идея внутренней коррумпированности грехом любого человека для одного человека римский католицизм делает исключение. Это очень интересная вещь, которая на самом деле много объясняет в политической культуре католического или посткатолического ареала. На Востоке в православном ареале те же функции в конечном счете усваиваются императору. Сначала императору Византии по целому ряду причин, но хотя бы потому, что было несколько патриархов Византийской империи, я имею ввиду одновременно, там был Константинопольский, Александрийский, Иерусалимский, Антиохийский, но император был один. Императору усваивается этот принцип непогрешимости. Юстиниан называет себя номос эмпсихос, одушевленный закон, то есть он закон, вот это слова номос эмпсихос, которые византийскому императору полагаются, они нам очень понадобятся сейчас, буквально через несколько минут, когда мы вспомним концепцию фюрера в нацистской Германии. Итак, но для классического христианского сознания единственным царем, причем царем, которого ты свободно выбираешь для себя и подчиняешься ему свободно, то есть это даже не царь, а это скорее сюзерен вот в этой вассальной системе отношений, это, конечно, Иисус Христос. Конечно, единственный царь это Иисус Христос, это царство не от мира сего, и ты гражданин того царства, вы сами здесь на земле, говорит апостол Петр в своем первом послании, цари и священники, то есть вы сами как фараон велики, вы сами как первосвященник значимы, но у вас есть один правитель совершенный, это Иисус Христос, но вы ему подчиняетесь свободно, вы можете жить в нем и совершенствоваться в нем, входя в совершенство вот этого совершенного человека, или можете этого не делать, это ваше право, это ваша свобода, но на земле у вас нету авторитетов, вот это удивительный пафос свободы, которую предлагает христианство, и поэтому мы видим в христианстве, вот в Новом Завете, постоянные вот эти призывания, к свободе призваны вы братья, к свободе, к свободе вы Христе, потому что тот, кто еще остается в первородном грехе, тот раб греха, он подчинен греху, он делает то, что он не хочет, а то, что хочет, живучий в нем грех, христианское сознание говорит о том, что только по мере изживания в тебе падшести ты освобождаешься, а изживаешь в падшесть свою ты сам свободно с помощью только Христа, ни царь, ни патриарх, ни папа римский помочь тебе в этом не могут, ну разве что советом, который ты можешь принять и можешь не принять, но никак не принуждением, поэтому мы видим, что этой вот установки внутренней свободы, свободы и ответственности, ответственность за свою судьбу, за свою вечную жизнь, конечно, соответствует то, что мы бы назвали либеральной демократией, но это осознание происходит далеко не сразу, вот идея либеральной демократии как абсолютно адекватной матрицы христианства, конечно пробивается и до этого, она есть у блаженного Августина, но формулируется в политически четких понятиях, она в самой развитой стране западного мира в Англии 17 века, 17 век Англии это эпоха гражданских войн, эпоха, когда архаичные формы демократии ставятся под вопрос кромбелем и потом восстанавливаются и уже получают осмысление в славной революции, это очень значимое время. Я думаю, что если мы говорим о промышленной революции Англии 18 века, то мы можем говорить о политической революции в Англии 17 века. И эта политическая революция Англии 17 века, она собственно говоря и породила нынешнюю политическую систему европейского мира. Но эта политическая революция она она в общем-то вся вся абсолютно строится на христианском основании. Вот в наших учебниках в наших бывших наших советских учебниках Томаса Гоббса чуть ли не материалистом величает. Но это конечно глубоко верующий человек исходящий из принципов и свободы воли и то что творец создает людей свободными равными в своем достоинстве и то что существует общественный договор между людьми который создает государство это все учение Томаса Гоббса да но Томас Гоббс исходит из того и он пишет особенно ясно в своем левиафане вообще он сторонник Кромвеля да он исходит из того что один правитель несовершенный безусловно потому что все люди несовершенны и он это понимает в отличие от лютеранства англиканство ведь не признает значит нормы рабства воли нормы отсутствия свободной воли вот вот значит любой человек несовершенен но здесь делает интересный пируэт Гоббс но правитель он один он один поэтому он свои несовершенства может насытить легче чем миллион несовершенств его подданных поэтому лучше чтобы один управлял всеми или как можно меньше управляло как можно большим числом людей чем все управляли всеми поэтому Гоббс противник демократии очень умеренный сторонник аристократии и в общем сторонник монархии причем монархия очень жесткая когда собственность его граждан его подданных она может отчуждаться монархом когда жизнь его подданных может отчуждаться монархом когда религия то есть свобода совести его подданных может определяться монархом. Еще до 30-летней войны Гоббс формулирует принцип, в общем, чья власть та и вера. И эта позиция Гоббса, авторитарная позиция, она оспаривается его младшим современником Джоном Локком, который, собственно, и закладывает основания современной демократии. Вот именно полемика Гоббса и Локка – это есть как бы внутренняя полемика христианства. И Локк по пунктам, блестящие в своих трактатах о политическом правлении, разбивает Гоббса, показывая, что один тиран никогда не насытится. Да, он один, но его аппетиты ненасытимы, как ненасытимы аппетиты огня. Сколько в него ни кидаю, он будет гореть все ярче и ярче, пока не сожрет все в него кидаемое. Поэтому, да, а люди несовершенны, люди падшие. Поэтому необходимо создать балансы падшести. Понимаете, демократия и разделение властей возникают не потому, что человек в христианском... Да, а Локк – просто христианский мыслитель, просто христианский мыслитель и богослов изрядный. Вот, кстати, так же, как и Адам Смит в своей экономической сфере. Вот, значит, проблема заключается в том, что надо так организовать падших людей, чтобы они своими взаимными интересами компенсируют эгоизм друг к другу, потому что и тот, и другой, и Гоббс и Локк говорят, что главная особенность человека – это эгоизм. Это его, особенность его черты – это эгоизм. Ну, это известно, это главная черта падшести. Вот, надо так соотнести многочисленные эгоизмы, чтобы они взаимно гасили друг друга. Отсюда теория разделения властей. Вы знаете, что у Гоббса, собственно говоря, немножко другая модель, чем в современном мире. Власть у него исполнительная, законодательная и федеративная. И федеративная власть, мы сейчас с трудом понимаем, это очень международное отношение. Их должны брать другие люди, чем те, кто занимается внутренними отношениями. Это, по сути говоря, институционально неверно. Но Гоббсу не важно, что это неверно. Ему важно, чтобы властей было три, как минимум три. Потому что три – это хорошая форма уравнивания интересов. Понимаете? Потом нашли, что третье лучше, что была судебная власть. Это, которая тогда была прерогативой короля. Вот. Но очень важно именно эта взаимная нейтрализация падшести. Вот я бы сказал, что демократия, как избрание власти и разделение властей в христианском мозгу Локко и потом отцов-основателей Соединенных Штатов – это внутренняя компенсация падшести человека. Несовершенство человека. То есть сталкивание отдельных несовершенств приводит, ну, пока именно к их нейтральности. Я не говорю к совершенству. К совершенству ничего не приводит. Приводит к их нейтральности. Вот, собственно говоря, так формируется модель. Но при этом, если агентов много, они должны быть свободны во всем. И вы знаете, что в теории Лока, вы прекрасно это помните, собственно говоря, только одно право правитель отбирает у людей, и то с согласия самих граждан. Это, вы вспомните, право на насилие. На насилие. Все остальные права, собственности, политической свободы, определение своей жизни внутренней, оставляют за человеком не потому, что человек гражданин совершенен, а потому, что он будет отвечать перед своим богом. Или, как сказано в послании к римлянам апостола Павла, перед своим богом он стоит или падает. И его судьей в этом смысле является только Бог. Никакой человек его не может принудить к святости. Только Бог. А уже эти падшие люди, они друг с другом сталкиваясь, они находят жизнь. И в этом смысле, кстати говоря, очень характерны слова Черчилля, которые все вы знаете, и над которыми иногда так немножко цинично, с ухмылкой посмеиваются, что демократия очень гадкая вещь, но все остальное еще хуже. Вот, понимаете, это даже не шутка. Я думаю, для Лока это было бы просто эпиграфом к трактатам о политическом правлении. И вот тут возникает интересная одна загадка. Вы мне зададите этот вопрос почти наверняка, если вы внимательно следили за лекцией, за беседой. Но я этот вопрос предвосхищу, потому что он важен. А как же, говорит, я несколько раз упоминал Лютера с его трактатом о рабстве воли. В богословском смысле это главный трактат Лютера. Потому что он опровергает основополагающие принципы до него существовавшего христианства. И вы помните, что, собственно говоря, против этих мыслей Лютера выступил Эраз Маттердамский с его диатрибой о свободе воли. Вот, это вот дискуссия 15 века. Подумайте, дорогие друзья, в то время как у нас в России Василий III сжигал еретиков потихонечку. И там морил великого князя царя Дмитрия в башне. В это время в Европе спорили о аспектах свободной воли и такие люди, как Лютер и Эразм. Да, то есть, в общем, мы чувствуем, что что-то вот в синхронности не совсем то. Но, как говорится, не будем продолжать эту тему. Это так у меня вырвалось. Так вот, если человек не свободен, а это главный принцип Лютера, что он свободен только в выборе веры, соли фиды, да? Все остальное это уже дело Бога или дьявола. Человек это лошадь, знаменитая цитата из этого трактата о рабстве воли. Человек это лошадь, и на нее может сесть или Бог, или дьявол. Ну, и, соответственно, гнать ее в разных направлениях. И поэтому у него, и тем более у его, как бы, современника и почти единомышленника Кальвина, вопрос в том, кто сел на человека. Кто сел на человека, Бог или дьявол. Человек не имеет свободы воли. Он подчиняется тому, подчиняется своему наезднику. И задача... Но тут возникает другой момент. Надо выбрать избранника. Надо выбрать того, на кого сел Бог. Люди должны увидеть, а это можно увидеть, люди должны увидеть, кто избран Богом, и именно его избрать себе правителем. Это основа североевропейской лютеранской демократии. Но надо сказать, что лютеранство ведет и к абсолютной монархии запросто, Фридрих Великий. Не надо никого выбирать. Бог сам выбирает своего избранника и ставит его на место часовщика в этом государственном декартовом механизме в качестве абсолютного монарха. Своими обязанностями, со своими правами. Так что концепция лютера ведет вот к этим двум моментам. Или к демократии с правом выбора, избранника. Или к абсолютной монархии, где совершает выбор Бог. И монарх, тот же Фридрих II, он в общем, он не был, по-моему, вообще особо религиозным человеком. Но в этом смысле он твердо повторял, что он не сам добился власти. Он поставлен Богом, небом, судьбой и так далее. Теперь результат этого. Понимаете, мы с вами сказали, что нет в мире абсолютных, абсолютных навсегда данных данностей. Все, что создано во времени, во времени и распадается, и во времени умирает. Вот локкова модель, на которой возникла демократия современного типа, она насквозь религиозная модель. Она вся основана на идеях, связанных с христианскими категориями человека. В первую очередь, с категорией его падшести. Вот это мы должны твердо запомнить. С тем, что человек это падшее существо, стремящееся к освобождению. Но не всегда, но часто стремящееся к освобождению. Но, как мы знаем, это эмпирический факт, и об этом много говорил господин Швитальский вчера. Потому что религия эродирует в христианском ареале, в европейском ареале. Она не всюду эродирует, в исламе она совсем не эродирует, в мусульманском ареале не эродирует. Но здесь она разрушается, распадается. Здесь, в Швеции, как мне говорили, существует отличная поговорка, что кирка это что-то вроде больницы. Здоровый человек проходит мимо нее. Она нужна для больных. Понятно, что тут уже, как говорится, не до лютера и не до грехопадения. Все это чепуха, все это неинтересно. И опять, как и в античности, человек возвращается к своей эмпирической данности. Он уже не потенциал совершенства, которому надо дать свободу, чтобы он этот потенциал или реализовал, или отверг. А он уже сам по себе ценность такой, какой он есть. Это особенность во зрении эпохи античности, поздней античности, даже платоновской античности, но не платона, а эпохи Платона. Это, собственно говоря, философия эпикурийцев. То есть, человек хорош сам по себе такой. И что ему нравится, приятно, и не очень травмирует другого, то и норма. То и норма. Но удивительно, что в этом смысле свобода оказывается вновь ненужным привеском. До какого-то момента она еще полезна. Потому что она позволяет контролировать власть для твоего удобства и блага. Но постепенно она становится слишком обременительной. Очень интересно, как это происходит сейчас. Вчера мы говорили о том, что существует два типа социализма. Это совершенно верно. Демократический социализм и авторитарный социализм. Разница между ними по проявлениям бесконечна. А в сущности очень мала. Она заключается в том, что в демократическом социализме весь труд общества или значительная часть труда общества отчуждается в виде налогов. Поступает во власть правительство страны. И потом распределяется этим правительством среди общества для тех, кому это надо. Возникает государство всеобщего благоденствия. А в авторитарном социализме также труд людей отчуждается в виде налогов или другими способами. А потом, да, и при этом народ контролирует правительство. Да, в демократическом социализме. Он контролирует то, как распределяются налоги. А в авторитарном социализме все тоже отчуждается и тоже якобы распределяется, потому что тоже бесплатные больницы, школы, да, и в Советском Союзе, и в нацистской Германии. Но народ не контролирует правительство. И надо вам сказать, что второе, как мы знаем, по нашему несчастному отечеству, очень соблазнительно. Потому что неохота контролировать, да и сложно на самом деле. Потому что сейчас серьезные финансовые потоки. Вот мы слышали в докладе господина Эриксона, как все непросто, как обычный человек с улицы это может все контролировать. Лучше доверить специалистам. Они хороши, они разберутся. В самом государстве всеобщего благоденствия, которое уже человек не заботится о своих стариках и не заботится, скажем, о своих детях, во всем заботится государство. Это очень удобно. Можно жить, не думая о том, что будет с тобой в старости. Можно, понимаете ли, не рожать детей, а ничего, все равно, значит, ты найдешь теплое место в доме престарелых. А вспомните какую-нибудь наимскую вдову, да, в евангельскую. Смерть единственного сына у вдовы – это величайшая трагедия. Кто тебя будет кормить? Старую женщину. Кто тебя будет кормить? Вот. А теперь государство всеобщего благоденствия всех наимских вдов прокормит запросто. Вот. И, ну, очень… Но человек не должен входить в эти тонкие вещи. Появляются домогоги, которые, обманывая народ, говорят, что налоги надо распределять совсем иначе, люди идут за ними, голосуют, в итоге эти люди приходят к власти или ничего не делают, или делают плохо, их свергают, приезжают другие домогоги. И постепенно идеал демократии, как ответственного управления собой, теряется. Жизнь при демократии оказывается неудобной. Вы что думаете, что это только страшный футурологический прогноз и ничего подобного? Бокси даже советской России. Ну, а Германия? А нацистская Германия? А фюрер, пришедший к власти демократическим путем? Это что, случайность? Это же максимальное отчуждение свободы. И как величайший юрист 20 века, теоретик немецкого права и вообще международного права, Карл Шмидт, который был просто, ну, я бы сказал, первым профессором по значимости правовым в нацистской Германии, но его работу читаем мы до сих пор, хотя его лично никто не уважает из приличных людей, как Шмидт формулировал место Гитлера? Гитлер – это одушевленный закон, фюрер стоит над законом, он сам закон. Вот вам результат. Как удобно, как удобно передать другому все и жить спокойно. Но, к сожалению, никогда не получается жить спокойно, потому что этот другой, он еще больше негодяй, чем ты сам. И, соответственно, будучи неутолимым, если уж он там может утолить свои, ну, действительно ограниченные человеческие потребности в еде, там, женщинах и развлечениях, то у него возникает новое желание власти, мир с аннексиями и контрибуциями. Мы же знаем и другой случай, не только же Гитлера, когда в какой-то момент хочется вот что-нибудь себе присоединить обязательно для своей собственной славы. Мы знаем, какой-то восторг вызывает в народе. Вот. И весь народ втягивается в величайшие трагедии войн, именно потому, что он решил отказаться от своей свободы. Видимо, то, что подходит китайцу в Сингапуре, и можно пребывать в состоянии делания-неделания, вэй-вэй, то не совсем подходит для человека христианской культуры. Но теряя свои христианские основания, которые размываются не в один день, естественно, а довольно медленно, он утрачивает право на либеральную демократию. Он опять возвращается во времена, которые могут его легко и всегда приводят, как мы знаем, античность в конечном счете к авторитарной диктатуре. И в этом смысле то, что устроил Буссалине в католической Италии, Гитлер в лютеранской, в основном Германии, Пруссии, Сталин в православной России, это явные признаки того, что может произойти в будущем. Потому что процесс, который привел этих трех замечательных людей, в кавычках, к власти, предпосылки этого процесса не искоренены, не исправлены. И единственное, что стоит между новым фюрером и новым генсеком и нами, это страх. Страх того, что было, воспоминания о прошлом. И там, где этот страх пытаются убрать, как в современной России, всячески возвеличивая культ Сталина, тем самым еще быстрее расчищают дорогу новому. Но эгоистическая человеческая природа уберет этот страх и в других частях христианского мира. И так, как мы видим, дорогие друзья, что перед нами выбор. И выбор этот не за историей, не за Богом, человек-то свободен, не за тем, как само собой получится. Выбор нашего будущего, демократического, либерального или тоталитарного, этот выбор, дорогие друзья, за нами. В этом трагедия свободы, но в этом и ее величие. Спасибо.